Летом 2013-го, когда казна была окончательно разграблена и профукана на популистские цели, вроде низких тарифов и доллара по 8, а Запад отказывался далее кредитовать без серьезных изменений в экономической и финансовой политике, у Януковича образовался кассовый разрыв, и он поехал к Путину договариваться о новых 15 миллиардах кредита взамен на европейский курс Украины. Когда Коломойский некоторое время назад понял, что за расследованием компании Кролл стоят американские спецслужбы, международный арест активов – это серьезно, суд по поводу вывода им денег из привата все равно состоится в Европе, неважно, в Великобритании, Швейцарии или другой стране, и решение однозначно будет не в его пользу. Следствие ФБР по поводу отмывания им десятков миллиардов через кипрский филиал может догнать его в любой стране цивилизованного мира. Он принял решение, что спасти его может только разворот в сторону России. Для торговли с Путиным он выставил на продажу свой самый крупный актив – слугу народа. И это единственный реальный ответ на общее недоумение по поводу гражданского конфликта из его интервью или мирного плана из инаугурационной речи «Инфанта» – прекращение огня за любую цену, кроме потери территорий. Напомню, что это вполне совпадает с планом Путина-Медведчука, федерализация Украины и возвращение в нее оккупированных территорий с фактическим контролем Москвы над базовыми вопросами внутренней и, что главное, внешней политики. Обговариваемый референдум об отношениях с Россией – всего лишь попытка этот вариант легитимизировать. Единственная не вписывающаяся в эту конструкцию деталь – Крым, от которого Зеленский якобы не готов отказаться. Но, как по мне, это лишь фиговый листочек, прикрывающий капитуляцию Украины. Ведь его Путин не вернет ни при каких условиях. Но нашему народу всегда можно навешать по этому поводу некой примирительной лапши. А сами по себе санкции за Крым были очень мягкими. Так что, если остальные Запад снимет, то практически все задачи Путина будут решены. По скриптум. Если вам все это кажется невероятным, попытайтесь понять, мог ли бы Зеленский решиться проигнорировать прямую просьбу Волкера по поводу Богдана при иных обстоятельствах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова